Приветствуем всех учеников, учениц, выпускников и всех, кто любит проект Академии Медина, всех, кто в Рамадан стремится сделать свой месяц, месяц Рамадан, месяцом Курана. И пусть Аллах Суфан Ахватайля нам облегчит в этой миссии, иншаллах, на месяц Рамадан. Приветствуем вас с площадки Академии Медина. Меня зовут Абдулбасит Микушкин, я являюсь сотрудником Академии Медина. И у нас в гостях Асхад Хазрат, которого мы очень рады видеть. Ассаляму алейкум и рахматуллах, Асхад Хазрат. Ассаляму алейкум и рахматуллах, Абдулбасит. Передаем слово Асхад Хазрату. Сегодня, как понимаем, мы будем говорить про хашью, про трепет, боязнь Аллаха Суббана Хула Тааля. Абдуллах, Хазрат. Абдуллах, Раббалалимин. Преуспели в Афалах, это все благое, все хорошее в этой жизни и вечно. Преуспели, одержали победу, достигли того, что желают для них, и потом описывают цифры, первые цифры, которые трепетно относятся в своих молитвах, с трепетом читают намаз, с благобоязнностью читают намаз. Говорится, когда Аллах сотворил Джанна Адддин, сказал, Преуспели верующие, которые с трепетом молятся, которые чувствуют трепет своих молитв. Мы знаем то, что Аллах приказал ас-салях, намаз, и сейчас мы каждый вечер с вами читаем салаваты таравиха, читаем таравиха, кияму лейли и так далее. Аллах приказал молиться, молитву не только для умы пророка Мухаммада, а также для умами сабык, для общин, которые были до умы пророка Мухаммада. То есть Аллах в Куране упоминает, какой же был молитва, какая же была намаз у пророков и у праведников. Сказал Айси, алейсалям, Субхану в Куране, Всевышний Аллах повелел мне молиться, и уплачу закат до тех пор, пока я живу, пока я не умер. Сказал Казатин Закария, алейсалям, Субхану в Куране, Вот к нему обратились, к Закария, алейсалям, ангелы в тот момент, когда он стоял в михарабе, внешне читал намаз. Казатин Муса, алейсалям, Когда Аллах, Субхану в Куране, заговорил с Муса, алейсалям, сказал, поистине, я Аллах, нету иного Иляха, Бога достойного, чтобы поклонялись Ему. Помимо меня, говорит Субхану в Куране, И читай молитву, дабы вспоминать меня, читай намаз. И также про другие пророки, упомянув в Куране, то, что они молились, читали намаз. Ибрахим, алейсалям, дуа, какое его было? О, Аллах, О, мой Господь, сделай меня из тех, кто уставит молитву, и так, чтобы мое потомство молилось. Казатин Мариам, алейсалям, Субхану в Куране, О, Мария, Я, Мария, Я, Мария, О, кнутый ли Раббик, возжуди, варкаин, варкаин, будь уверен в своем Господе, будь верь, то есть с их лазом, полностью будь уверен в своем Господе, и делай земные поклоны, и поясные поклоны, вместе с теми, кто совершает поясные поклоны. Касательно Шуиба, алейсалям, Народ Шуиба, сказал, О, Шуиб, твоя молитва, твой намаз, ассаля, запрещает тебе, повелевает тебе оставить, а повелевает тебе оставить то, чему поклоняются наши отцы. То есть, твой намаз запрещает нам поклоняться идолам, такой вопрос задали Шуиба, алейсалям. Так же Аллах, субхану в Таалай, говорит нам, агкын, агыны салата лидолу, ка шамсе, иля га саки, лейль, во Кур'ан, иль Фаджр, ина Кур'ан, иль Фаджр, икана, машула. То есть, читай намаз, Субхану в Таалай говорит, по восходу солнца, до того, как сядет, наступит ночь, то есть, намаз утренний, вечерний, асар, и Куран, утренний намаз читай Куран, почему Аллах сказал Куран, назвал Фаджр, утренний намаз Кураном потому что большее количество Курана читается на утренном намазе поистине Куран, утренний чтение Курана в утренней молитве на него собирается ангел для того, чтобы слушать его и каждому пророку Аллах повелел и общение молиться последнему пророку пророку Мухаммаду повелел молиться и умный посланник Аллах приказал намаз, это как второй столб ислама мы с вами знаем но однако, мы должны с вами понять мы с вами изучаем в Академии изучаем в Мадрасе в университете Аркану Саля, Ваджиба Саля Сунен Мубастыля и так далее вещи, которые обязательны для намаза которые желательны во время намаза что портит намаз но однако, мы с вами хотели бы сегодня окунуться уважаемые братья и сестры что же Руха Саля Сульба Саля сердце намаза душа намаза что самое главное намаза любуга ва калбуга ва университет шури'а саля и хотел бы сказать что такое хушуа что такое хушуа какие же причины для того, чтобы появилась вот эта смиренность во время намаза трепет когда мы видим Аллах Акбар читает намаз один брат стоит дрожит, плачет его слезы текут во время намаза а другой человек стоит девает и думает кто-то там уже думает на время уже побыстрее намаз закончился в них разный намаз а этот человек намаз прочитал и тот человек намаз прочитал но однако это разные два намаза и награда за них разная какой-то принят намаз какой-то не принят намаз какие же причины какие же есть причины дабы достичь этого богобоязни также хотели бы разобрать хушуа трепет намаза это обязательно ли действие для намаза или нет то есть То есть, если человек прочитает намаз, но во время намаза у него нет требований, нет богобоязнений. Примет ли Аллах этот намаз или нет? Хотелось бы разобрать. Так как у нас эфиры короткие, по 15 минут, я думаю, этот, иншаллах, мой урок касательно хушу'а, фессаля, то, что нам очень так необходимо, может быть, на несколько даже эфиров мы разделим, иншаллах. Поэтому, Абдул-Басид, я вас не вижу, но вы мне скажете, иншаллах, когда время у нас закончится. Так что Зазмахти меня выведет, иншаллах, на весь экран. Иншаллах, обидно ли. Вы меня увидите, да. Обидно ли. Если вы говорите за вашей религией, это хушу'а, это трепет, это набожность, это богобоязненность. Хаттай инна калатэдхулий лэл-мэджи джами'а, фэля тарава фи хир раджу лэн хаши'ан. И достигнет до того, что когда ты зайдешь в мечеть, где читается джума'а намаз, то есть, не мечеть, где собирается джама'а, то ты не увидишь ни одного мужчину, который был богобоязнен в намазе. Ты не увидишь ни одного мужчину, который бы проявлял трепет перед Аллахом во время намаза. Когда Аллах упомянул в книге, в Куране, в цифате качества верующих, сказал Именно этот аят мы с вами разбираем. Это те, которые с трепетом молятся, с трепетом читают намаз. Хушу'а, это плод намаза. Если будет трепетным у нас сердце, богобоязнен в сердце, тогда все наши остальные органы, все наше тело будет с трепетом молиться. Аллаху, субхану ва-та'але. То есть, если у нас сердце будет трепетно относиться к Аллаху, с трепетом будет прочувствована богобоязненность, тогда наши части тела, они прочувствуют некую пум'анина, прочувствуют спокойствие, и в этот момент не будет человек играть во время намаза, а посмотреть, смотреть, думать, когда же закончить намаз, он полностью отдаться, субхану ва-та'але. Именно какой намаз, когда мы читаем намаз, читаем намаз в Коране, где, субхану ва-та'але, говорят, именно салата танг'а'ан, инфа'ча, и ва-ль-мункар, поиси намаз запрещает все плохое, все дурное, и видишь, человек молится, и на него это не действует. А именно какой намаз действует, какой намаз оставляет след нашей жизни, именно тот намаз, в котором есть алхушу'а, есть набожность, есть богобоязненность, есть трепет перед Всевышним, субхану ва-та'але. То есть сделано мне спокойствие в намазе, говорит, пророк Мухаммад саллаху алейсалям, говорил, дай нам возможность, дай нам возможность прочувствовать некое вот это спокойствие, иметь в виду, скажи, а дай нам намаз, чтобы мы почитали намаз и прочувствовали спокойствие, а какой намаз идет речь, о каком намазе? Именно тот намаз, в котором есть алхушу'а, есть трепет, есть набожность, есть богобоязненность. Опять же, да, мы с вами разобрали, то есть намаз запрещает все плохое, все дурное, отдаляет человека от харама. Какой намаз? Алхушу'а, это тот намаз, в котором есть алхушу'а. Читать и предписал нам, с вами, уважаемые братья и сестры, молитву, для того, чтобы в этом было алхушу'а, для того, чтобы мы прочувствовали набожность перед Аллахом, когда мы стоим перед Всевышним, чтобы мы прочувствовали трепет перед Аллахом, субханалу ва-та'але. Когда у него что-то было тяжко на душе, когда какой-то, может быть, вопрос нужно было решить, когда ему что-то тяжело было, и он не знал, как его решить так, то есть ты стоял перед неким таким выбором, и когда что-то было тяжко, тогда что он كان и тебе hazır из-за 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 из-за, будто же исходил к намазу, вы Idee с запознавая, но однако%, аю сладку, к какому намазу, التي вها алхушу'а. Это именно к тому намазу которую есть алхушу'а. Она имеет запознение этого writes. Идварespарн, мол, 31 д fundra'. Мн-давн был,values сlog لا arm Supp坐. Одинioè, Folk directed по пautой тому, забавно,itsu не может быть, То есть именно когда говорит «Такбир Аллаху Акбар», в этот момент чувствует то, что он нуждающийся, бедный, немущий, стоит перед богатым, перед волосиленом, субхану ва-та'але. И Аллах, субхану ва-та'але, знает то, что внутри. Аллах, субхану ва-та'але, знает то, что его проблемы этого человека, своего раба. Аллах, субхану ва-та'але, знает, что ему нужно, именно когда человек говорит «Такбир Аллаху Акбар», и в этот момент понимает то, что он возвеличивает, субхану ва-та'але. Когда сказал «Аллаху Акбар», он понимает, что Аллах самый великий. И величия Аллаха, Субхану Таиле, никого нет. Если человек говорит Аллаху Акбар, Аллах самый великий, и в этот момент думает о ком-то, о невеликом, то он обманывает, Субхану Таиле. Он обманывает, Субхану Таиле, и он не прочувствует в своем сердце не прочувствует в своем сердце некий трепет перед Аллахом. Намаз, который, братья и сестры, мы читаем, и в этом намазе есть богобоязненность. Мы думаем об Аллахе, Субхану Таиле, размышляем. В нем есть Аль-Хушуа. Именно это тот намаз, который поменяет нашу жизнь. Это именно тот намаз, когда мы говорим, Саламу Алейкум, Варху Алейкум, Варху Алейкум, выйдем из намаза, мы прочувствуем, что мы стали лучше, чем до того, когда мы были в намазе, до того, когда мы сказали тяквир. Я говорю, саламу Алейкум, Пророк Мухаммад, саламу Алейкум, 5 салаватик, Если кто будет прекрасным, будет в этих молитвах, в губу, амавейне, то есть тщательно, если он возьмет амавейне, и будет читать свое время, свое время, И он будет делать То есть он не будет спешить, как гураб, как вот это, а именно будет резко, резко не будет спешить, а будет тярдил аркан, Четко будет фиксировать вот эти вот И также будет присутствовать в этом намазе наборзность, богобоязненность, когда Аллах, Субхану Алейкум, обещает, Субхану Алейкум, смотрите, Аллах никогда не нарушает свое обещание. Аллах, Субхану Алейкум, обещает этому рабу, что Аллах его простит. А тот, у кого не будет богобоязненность в намазе, кто не вовремя будет читать намаз, кто не будет именно спокойно читать этот намаз и не будет скрипитом молиться, тогда Аллах ему не обещает. Если захочет, Аллах, Субхану Алейкум, простит, если захочет, Аллах, Субхану Алейкум, накажет. Осталось у нас минуты И хотелось бы закончить Именно Это то Это обязательно действие Которое должно быть у каждого раба Поэтому То есть если мы когда мы читаем Про намаз праведников Сахабов, табиинов Пророка Мухаммада То есть мы видим То что в этот момент То что мы понимаем То что их намаз был не такой Как наш намаз То есть мы знаем То что из Сиры читаем То что правок Мухаммад Когда читал Когда он читал Подобно как кипящий Когда что-то кипит Какая-то в посуде Вот такой звук Вот такой же у него был Звук у посланника Когда он читал намаз И плакал Рыдал То есть именно Именно как подобно У кипящей посуды Кипящей воды В посуде Такой был у него Тону Пророка Мухаммада Во время намаза Когда он читал намаз Люди которые читали позади Не слышали Аяты которые он читает Почему? Потому что он сильно плакал Из-за сильного рева Из-за сильного плакал Страх был Трипи Как достичь нам с вами Вот этого Хушуа намаза То есть мы понимаем То что Аллах Приказал нам молиться Именно какой намаз Тот намаз Который есть Хушуа Который есть Набожность Трепет И то что Сахабы Читали с трепетом Пророк Мухаммад Саллах Читал с трепетом Плакал во время намаза Подобно как Когда кипит Вода В чайнике Или посуде Такой звук Издается Такой же был звук Когда читал Его аяты Не слышали Сахабы То что он читал Изминшиддет То что он сильно плакал И теперь мы с вами Хотим завтра забрать Как же можно достичь До этого уровня Хотя бы быть Похожим на них Будете старайтесь Быть похожим на них Даже если мы не из них Однако быть стараться Похожим на праведников Это и есть уже успех Саллах Мухаммад Сахаб Дорогие братья и сестры Мы очень рады Что вы с нами Хазрат при желании Может поделиться Своим инстаграмом Ссылкой под этим видео Его команда Если получит Разместит ссылку на инстаграм Мы хазрата своровали На рамадан Он только у нас Можете его больше нигде не искать Если честно шучу Но после рамадана Если вам Машала Понравится И вы Не согласитесь с тем Что после рамадана Вы не будете видеть Хазрата Добавляйтесь к нему В инстаграм И будете с нашим любимым Хазратом Асхат Что касается нашей платформы Дорогие братья и сестры Хочу напомнить Потому что сейчас Многие социальные сети Многие с нашей программы Не знакомы У нас ежедневно Проходит И вот так вечером Коротко 15 минут эфир С Асхат Хазратом И мы погружаемся В смыслы Кур'ана Некоторых аятов Которые максимально Актуальны К месяцу рамадан Также у нас есть Ежедневные мероприятия Для сестер И для детей Для подростков Вот пару слов По детям Бисмилля Бисмилля Ежедневно Бесплатно У нас проходит Курс Тире Конкурс Для подростков Сира Пророка Салаллаху Алихиасалям Является Наверное Самым понятным Ясным Близким Материалом Картины Для наших детей Для нашего Подрастающего поколения Новый урок Который будет Выставлен завтра Я связался с экспертом Говорю Ты можешь мне Какую-нибудь изюминку Небольшую дать Чтобы я людям рассказал Он говорит Знаешь Часто говорят Дети Подростки У них все равно Сердца чистые Они же вот Ну как сказать Познают Тем более подростки Которые взрослеют Они говорят Спрашивают И у себя внутри И у людей Взрослых А вот когда я прошу Аллаха Субханаху Аллах Аллах Субханаху Он должен Ответить на мое дуа Или не должен Он ответит Или не ответит Когда он ответит Да вот интересные вопросы Машалла задают И в завтрашнем уроке Который будет выложен В 17.00 В телеграм Канале детской группы Академии Медина Ссылки на канал Будут Иншаллах Под этим видео Будет Пройдена ситуация Когда посланник Аллаха Салаллаху Сделал дуа Аллах Субханаху Ответил Но Через 11 лет Вот эта история Будет Рассказана Рифат Хазратом Который Очень просто И доступно Подает Сиру Нашим детям Нашим подросткам Нашему подрастающему Поколению Поэтому я призываю Вот сейчас у нас Есть 200 в эфире Будет еще много Просмотров Я призываю Вас приглашать Детей Подростков Племянников Друзей Детей Родственников Приглашайте Это бесплатно Это очень подходящий Контент для детей Мы как бы вот Но Делаем все Что в наших силах Чтобы Эти уроки Эти наставления Они были максимально Понятными Практичными Полезными Результативными Хазрат еще раз Джизаакмулахайран Вам за то что вы с нами Аллах Бариквикум Всем говорю Джизаакмулахайран Давайте встретимся с вами Иншала завтра В 18.00 по Москве Ва-ссаляму алейкум Варахматуллахи Ва-баракету Варахматуллахи